В Краснофлотском районе утром вторника в ДТП попала компания молодежи, ехавшая в Ниссане Тиана. Водитель иномарки на полном ходу врезался в ворота бетонного гаража, установленного вплотную к забору гаражного кооператива. Нелепое столкновение видел охранник ГСК. По словам мужчины, в автомобиле были четверо молодых людей и девушка. Ну, ну чё, как бы это, полная машина. Ну чё? Полная машина чего? Ну, молодняка. Ну чё, неслись, вон, бабах и всё, это не первый раз. Я говорю, вот в 2014 году ворота только поменяли. Уже ни разу бита была. Полицейским сторож эту историю не только рассказал, но и показал. В ГСК ведётся видеонаблюдение. Тиана проносится в кадре словно комета. Удар не виден, но облако пыли не оставляет никаких сомнений. Этот видеоматериал выездная дежурная часть ГИБДД приобщит к материалам ДТП, которые непременно изучат дознаватели. Дело в том, что вместо компании молодых людей, которые, кстати, попали на запись, возле разбитого Ниссана полицейских встречал мужчина лет сорока. Автомобилист всеми силами пытался убедить инспекторов, что за рулём седана был он, а вовсе не его сын. И даже историю придумал благородную. Якобы спасал жизнь вышедшего на дорогу пешехода и вынужден был идти на таран. Уговоры перестать выгораживать отпрыска на отца не подействовали. Пострадал ли кто-то из тех, кто был в салоне автомобиля, неизвестно. Во всяком случае, на момент оформления ДТП в больнице и травмпункты пациенты с автотравмами не обращались. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер. Продолжение следует...